всем привет присоединяйтесь друзья будем смотреть у нас сегодня прямой эфир с полиночкой мы сегодня красивые такие красивые и теперь включаем инстаграм пока присоединяйтесь если кто есть всем привет друзья присоединяйтесь кто нас слышит уже можете добавляться плюсоваться чтобы мы присоединяйся мы сейчас сами присоединимся и будем вот уже отлично прекрасненько сейчас минутку еще ждем все сходятся и будем начинать интересную беседу будем начинать интересные разговоры нас и тут и там показывать представляете как получается то есть все отлично здесь я надеюсь слышно здесь тоже нас слышно все прекрасно да можно побывать ручкой можно поставить смайлик можно в общем можно все все что хочется мы еще минутку ждем стать гостем не нужно нет не надо гостя полина хочет я стына что она хочет какой коварный задум она хочет и тут еще и со своего телефона присоединяйся еще так стать гостем нет ты можешь отправить себе сердечко смотри она там сейчас у всех появится смотри ты всем прислала такой вот глазки сердечками отлично друзья будем начинать пока что очень коротко кто возможно уже есть люди которые с нами регулярно которые уже каждый четверг знают что у нас здесь сплэш в 20-30 проходят прямые эфиры на всякие интересности и полезности мы рассказываем о наших курсах мы рассказываем о том что мы здесь делаем о том какие у нас есть новинки что ожидается в новом там театральном сезоне вот прошлый раз там был разговор с виктория маноли сегодня у нас очаровательная полиночка если не ответила какой я сегодня разместила фоточку на инстаграме с тобой нет с тобой я написал написал что сегодня красивые неподражаемые вообще не просто незабываемые мы с тобой и написала ps вот уличную фотографию и вот кстати это уже первый лайфхак о том как повысить свою самоцветку просто расскажите какая вы крутая уже можно вот сделать как это делаю я ночью ту фоточку мы выкладывать точно не будем сто процентов друзья у нас сегодня очень интересный прямой эфир на тему полины новоавторского курса коротко представлюсь кто меня не знает меня зовут наташа якимченко я руководитель создатель школы splash это такое детище это такая любовь жизнь это четвертый ребенок четвертый ребенок на наверное где-то так в общем это все что здесь происходит это все наша глобальная затея которую мы дружно организовываем с нашими талантливейшими педагогами мы всегда я и алексей мы всегда говорим о том что всплэш работают только лучше и и самый классный и самые грамотные самые крутые специалисты самые талантливые и сегодня с нами полина карабейник это наш режиссер у которой есть несколько интереснейших спектаклей в студии splash и помимо этого полина еще и работает у нас как педагог тренер ведет интенсив курсы возможно здесь есть он пишет полина лучшее но ведь не отнять понимаете когда человек лучше так он даже люди пишут что полина полина лучше и помимо того что полина работает как тренера блин есть еще замечательный авторский курс можешь коротко рассказать о себе у нас вообще в принципе мне очень нравится что у нас в школе у каждого педагога есть своя специализация и своя такая ниша в актерском мастерстве которую мы развиваем для себя и открываем свои актерские курсы потому что это интересно потому что хочется узнавать больше о вас хочется делиться и хочется пополнять свою копилочку знаний вот таким вот образом собственно и создался этот курс который называется моя идеальная я это курс для девчонок почему потому что я то что ты ничего не каждый я девчонок во-вторых потому что я считаю что остро сейчас стоит вопрос не проблема вопроса женской самоидентификации в мире и частности в нашей стране и и в-третьих потому что актерское мастерство может помочь быть увереннее в себе и не только просто как артисту на сцене но и в жизни помочь тебе четко выражать свою свой потенциал свой эмоциональный потенциал свой духовный потенциал свой умственный потенциал пластический и так далее чем мы занимаемся на курсе мы сейчас говорим про курс идеальная я моя идеальная я он называется почему идеальная потому что я лично считаю что все люди идеальны вот в том моменте в котором я сейчас нахожусь вот другой я быть не могу я вот сейчас идеальная если я завтра буду в это же время я уже буду другая идеальная с другим уже накопленным опытом сейчас прям вопрос возник если согласны ставьте плюсик там если вы согласны с полиным таким изречением что все люди идеальны и вы все и все кто нас смотрят вы тоже идеальны и при этом не знаю что я не должна развиваться конечно нет не знаю что я идеальная и все дальше развиваться некуда конечно я развиваюсь накапливаю опыт и кстати мой опыт вот в тему нашего сегодняшнего разговора мой опыт он тоже формирует в мою самооценку поэтому очень важно чтобы этот опыт был хороший уметь его правильно систематизировать классно вот пишут на усики согласны я очень рада что вы плюсуетесь согласный и пишет что мы с тобой прекрасно выглядим замечательно да если есть какие-то вопросы по курсу сразу можете писать немножко подытожу скажу то есть мы сегодня будем действительно говорить о курсе моя идеальная я полина сейчас расскажет интересности и полезности я со своей страны хочу просто сказать такой момент что несколько лет назад нашей жизни вот с алексеем и с педагогами на наших внутренних совещаниях настал такой момент когда мы поняли что актерское мастерство это но это настолько масштабно это настолько касается абсолютно всех сфер жизни что у нас просто безграничное вот такое вот поле для деятельности и поэтому начали рождаться такие действительно авторские курсы очень крутые у нас есть авторский курс мой по ораторскому мастерству есть курс для пар есть курс партнерские нити которые сейчас гио пачкория разрабатывает есть поле на есть иры по личной эффективности века маноле разработала курс по управлению эмоциями по выражению эмоций это просто такая нереальная машина это нереальный масштаб совершенно потрясающий и здесь конечно мы просто не смогли обойти вот этот момент работы с женственностью работа с действительно с собой идеальный блинка вот скажи если можешь в двух словах меня часто тоже спрашивают а что у вас там на этом курсе что делают девочки что типа сидят и такие я молодец я красотка я красотка я говорю нет фу 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 ну не так все совсем по-другому мы не сидим в кругу и не рассказываем там ой девочки девочки расскажи что у вас происходит и самое главное что говорят девчонки после твоего курса что с ними происходит первое я хочу сказать что на самом деле мы и в кругу сидим тоже и вот это не происходит три часа и нет 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 вопрос это очень важно это важно но не три часа но не три часа да мы работаем по основным блоком из чего мы состоим это наше тело тело как она показала вы мальчики отвернитесь это наше тело хорошо мне нравится себя трогать наше тело мы учимся над ним работать чтобы она умела выражать те эмоции которые мы хотим выражать мы работаем с нашими эмоциями основной блок потом где-то на середине курса мы начинаем работать с таким основным блоком мы разрабатываем действия основные 6 действий в актерском мастерстве есть и мы по этим действиям работаем и учимся себя выражать например там я беру действия не знаю там угрожаю или я беру действия прошу очень много кто у нас не умеет просить кто не умеет просить пожалуйста тоже ставьте плюсики кто не умеет просить мальчики девочки обычно вот мы сегодня кстати с девчонками на курсе вы прорабатывали это действие действия прошу и выясняется что что чаще всего мы угрожаем либо угрожаем а вот так вот при стройке лопать просить мы не можем я не умею да и над этим нам необходимо работать мы смотрим моя задача как режиссера состоит в чем я в принципе моя работа это видеть человеческую природу видеть потенциал в человеке какой у него пластический потенциал какой у него эмоциональный потенциал и так дальше то есть я могу просто посмотреть и рассказать какой диапазон эмоциональный может выдать девушка которая пришла к тебе обучаться и какой пластический диапазон и как она может его развивать при этом она получает эти знания и потом уже сама может понимать она хочет вот так вот эмоционировать или не хочет это очень крутая штука я тоже говорю для меня вообще на всех наших курсах вот очень важный момент когда люди понимают что у меня есть выбор короче не оно само вот если вы понимаете о чем мы говорим когда не оно само с вами случается вот я начинаю орать и я ору я уже без тормозов да либо я боюсь и плачу а когда я делаю то что я считаю нужно в данный конкретный момент вы должны быть готовы меняться потому что люди меняются когда работают над этими всеми упражнениями естественно это ведет к изменениям к изменениям мышления главное самое то есть это ведет к изменению восприятия себя конкретно вот кто не есть и что важно над чем мы работаем мы думаем что я решаю что я транслирую какую например эмоцию основную или какое действие я транслирую обычно или в данный момент и я потом выбираю а что я хочу транслировать и мы пробуем находить этот баланс то что очень часто вот сегодня наша тема самооценка это напрямую связано самооценка то что если самооценка высокой завышена или занижена это уже не адекватная трансляция своих эмоций и очень важно найти вот этот вот баланс ну давай просто на секунду друзья тоже если ну поставьте там смайлик какой-то если вы реально в жизни сталкивались тем когда ну со стороны видно что у человека явно что-то происходит самооценкой вот очень говорит полина она либо завышена либо занижена это очень усложняет коммуникацию это безумно усложняет коммуникацию и не только для того кто там с высокой или заниженной самооценкой для окружающих если согласны то поставьте там какой-нибудь смайлик помашите просто чтобы мы понимали что мы на одной волне да потому что возникает вот этот вот диссонанс между очень часто может быть тоже можете плюсовать вот эти варианты когда люди меня не замечают это значит что я просто не подаю энергию и на курсах мы учимся подавать эту энергию это не магия я всегда и девочкам это тоже говорю это вообще не магия это конкретная техника если ее если в нее вникать если ее отрабатывать то вы будете это артистское естественно эту энергию потом есть варианты когда если я себя чувствую не уютно некомфортно в какой-то ситуации что я начинаю делать я начинаю свою компетентность повышать тем что я начинаю угрожать за счет кого-то за счет кого-то угрожаю начинаю находиться то есть вот эти руки или вот это вот все или вот это вот шея да да поднимается сразу нашу пластика включается важно и что такое легкое отвращение добавить легкое презрение легкое презрение с отвращением ко всем окружающим и это я тоже бывает себя ловлю на этих всех штучках и бывают реальные моменты когда ты думаешь блин ну вот здесь работала при этом сила этого актерского мастерства и работы над собой что я умею контролировать этот процесс я уже понимаю что ага здесь я не совсем адекватно например среагировала и не страдаю от этого работаю с теми всеми моментами и уже в следующей ситуации я например не допущу такую что это действительно влияет на коммуникацию а наша цель как потому что человеку нужен человек обязательно и наша цель не я такая вся самодостаточная крутая на этом курсе там как не здесь каких-то самодостаточных классных женщин которые всегда сами по себе нет наша задача это выйти на хороший качественный уровень взаимодействие это очень важно это ключевое слово очень клёво сейчас сказал слово важно прочитала есть комментарий что у меня до знакомства с полиной было слово паразит не важно сейчас я часто употребляю слово важно и этим я стала получать фидбэк от жизни больше сто процентов важно конечно спасибо большое за такой комментарий крутой реально важно важно все что мы делаем важно все что мы говорим важно все что мы посылаем в этот мир потому что это действительно напрямую отражается да и почему вот это очень здорово на самом деле эта тема потому что опять таки если у меня не совсем на адеквате самооценка выстроена я пытаюсь говорить что мне все равно а такого вообще в принципе не существует потому что мы нам очень важно нам очень важно критиками критика до критика со стороны людей всех всех ну занимает мы реагируем на нее и не нужно делать вид что ты и не такая я я не такая я другая для меня например критерий того что я вот уверенность себе я последнее время расцениваю как возможность заявить что да мне страшно или да меня это задевает да я чувствую вот это вот это вот это вот это но я придумываю что с этим делать дальше я знаю как с этим работать как работать над собой это значит что я уже знаю о себе своих эмоциональных проявлениях и смогу выстраивать уже уровень круто что чаще на твоей практике это реально вот мне интересно на твоей практике что чаще встречаются люди завышенной или заниженной самооцензии вот сейчас тут такая просто штука бывает что кажется что у человека заниженная нет вот конкретно ты как педагог со стороны человек может рисовать из себя все что угодно и как и он кажется такой супер пупер кажется боже он все может а я то понимаю что он ничего не может что он сейчас реально ходу ну по ходу утверждается чаще что бывает вообще зависла полива это не инстаграм это не инстаграм это я зависла потому что я думаю на самом деле есть вот мне не попадались девочки которые ну вот все я думаю что это все придет когда я буду к этому готова это тоже золото процента поэтому если нас смотрит эфир как раз девочки мы уже готовы уже готовы можете приходить полина уже готова встретить но при этом то что я наблюдаю что очень часто нам кажется что самооценка у нас заниженная она чаще всего у нас завышенно потому что я себе знаю что я вот такая вот такая вот атака но я никому об этом не скажу потому что я жду когда люди сами меня похвалят это уже тоже завышенной а самооценка на самом деле тоже нет ли неадекватно ждать что тебя похвалит вот такого вот много вот такое часто больных ружей что чаще вз Хорошо все-таки встречается. Самооценка очень хорошая. Есть такое, есть страшное, да, страшное вообще. Ну, это мое наблюдение, я могу ошибаться, возможно, это просто вот у меня так попадается, но вот среди учеников я чаще вижу, когда люди на самом деле могут, наполнены, круче, гораздо, чем они о себе по какой-то причине думают. Со мной это случается гораздо чаще среди моих учеников, то есть люди попытаются с почему-то заниженной самооценкой, совершенно несправедливо, хотя само наполнение, оно гораздо круче. Привет нам кто-то говорит. Привет. Есть такая штука, но еще очень, мне очень интересно вот этот вот сегмент, я бы так назвала, именно девчонок, очень часто у девчонок это случается, когда я сама вроде бы знаю о себе какие-то моменты, но я боюсь об этом сказать, потому что неприлично, потому что не принято. Ну, еще, да, так сказали, так нельзя. Я стесняюсь, очень часто бывало, что я стесняюсь своей красоты, я стесняюсь, что я красивая, потому что я не буду на показ это все выставлять, а зачем? Ну, и при этом окружение нам тоже очень много диктует. Вот сейчас мы выходим как раз... Вот как раз касается, мне кажется, самый больной момент это наше окружение. И я не люблю, я не люблю фразу нужно чистить свое окружение, нет, нужно выстраивать свое окружение тоже и выстраивать отношения с окружением. Ну, то есть выстраивать... Чтобы оно не пагубно влияло. Очень часто бывают такие моменты, когда человек очень токсичен, и он близок к тебе, тогда нужно... Причем, знаешь, еще бывают такие люди, обычно, вот уже я сталкиваюсь с учениками, и когда начинают рассказывать, мне на голову не налазит, я говорю, подожди, а зачем ты общаешься с этим человеком? Ну, как-то же неудобно там ему сказать, и говорить, что послушай, ну что значит... Ну, я же лучше... Лучше потерплю, помучусь, потрачу свое время, и потом буду сидеть это еще все на себе переваривать, и от этого страдать, зато вот непонятное дело отошло и счастливо. Да, так вот, вот чему мы учимся, это конкретно выражать свои эмоции. Узнаете себя, да, вот это послушать, послушать кого-то, или не знаю, или побыть с кем. А потом пойти позлиться, но ничего не говорить. Да, и ты идешь, и ручки дрожат, ничего не говорите. А, внутренности дрожат, и ты... Да главное красиво, главное как все. Главное степенно выдержать. Как все, и это очень все поддерживать, потерпеть, главное потерпеть. И для этого нужно просто учиться выражать свои эмоции, потому что плохих эмоций не существует, мы все уже об этом знаем, и даже те эмоции негативные, которые нами воспринимаются, как негативные, там, не знаю, грусть, гнев... Они условно негативные, на самом деле это эмоции. Гнев можно очень спокойно тоже выражать, в принципе. Не доходить до точки, когда уже просто лопаются жилы на тебе. Да, но я тебя поддерживаю, что его нужно выражать. Абсолютно нужно. Я даже на себе это чувствую, что в какой-то момент нужно уметь выражать негативные эмоции. Скажи, какими методами работаешь, что можно делать? Ну вот коротко, потому что я знаю, что по-любому сейчас смотрят девчонки, возможно парни, которые могут подсказать там своим близким, какими методами ты работаешь, что у вас там... Смотрите, то, что мы прорабатываем на курсе, это 100% практика и практика в группе обязательно. При этом есть определенные... Вот у нас называется вообще тема сегодняшнего эфира, это ритуалы на каждый день для поднятия самооценки. Вот, давай рассказывай. И вот какие-то штучки можно, конечно, использовать. То, что мы используем с девчонками сейчас и на курсе, можно дома, например, записывать видео. Себя, на себя смотреть. Кто ненавидит себя, когда смотрит с собой видосы? Кто смотрит, ой, у меня здесь вот это вот здесь не то, здесь не то платье, или голос кому-то не нравится. Что с этим делать? Все очень просто. А что вам не нравится? На самом деле, ты красивая, на самом деле, твой голос красивый. Просто ты к нему не привыкла. Ты берешь, записываешь видосы и просто привыкаешь к себе. Ты смотришь за тем, как ты проявляешь какие-то эмоции. Эмоционально просто рассказываешь о своем. Напрашивается любимая фраза, что так можно было, да? Можно было просто привыкнуть, и все будет в порядке. Класс, давай конкретно. Берешь телефон, записываешь видео. Что рассказывать? Вот возьмите себе, не знаю... Две недели, допустим. Две недели, и каждый день записывайте эти видео. Можете просто записывать и сохранять в телефоне. Лучше, если это будет там с подружкой. Например, вы договариваетесь. Три подружки, четыре подружки. И каждый день сбрасывайте в любом месте. Приглядном, неприглядном. Не нужно выбирать локацию. Просто нужно привыкать к себе и смотреть, как вы... То есть, нужно не обязательно краситься, правда там. Надевать самое красивое платье. Это мое любимое, на самом деле. Во всех блогах, читаю в статьях об уверенности в себе. Первое, что для женщин почему-то пишут, это вам нужно красиво одеться и накраситься. Что, блин? Ну, потому что иначе... Ну, что иначе? Иначе все. Иначе я вообще... Меня этот мир не видит. И вот я надела красивое платье, накрасилась, и сижу, и вообще... И вся красивая. И вся красивая. Видосики это, на самом деле, сила. Хотя бы селфи там сбрасывайте. Ну, нужно на себя смотреть. И на самом деле я очень рада изобретению соцсетей, потому что это тоже нас делает ближе. Я вообще, в принципе, верю в то, что мы сейчас выходим на такой очень качественный постепенный уровень коммуникации в нашем развитии вообще страны и, в принципе, общества. И соцсети этому помогают, я считаю. Ну, кроме того, что там какие-то критерийные штуки есть. Но это очень хорошо. Почему эти все тоже блогеры себя записывают, ничего не страдают? Сейчас вопрос есть. Вот Виктория здесь пишет, что я уже не терплю и выражаю свои эмоции окружению, это вообще не нравится. Меня из-за этого постоянно переводят в разные рабочие места. И при этом, если я буду молчать и вести себя как дурочка, то сидела бы на одном месте. А какая правильная модель поведения? Смотрите, есть такая тут еще тонкие грани. Да, почему еще существует этот курс? Потому что есть определенная программа. Есть группа с обратной связью. Да, есть группа, которая дает тебе обратку и говорит, что где-то ты пережала, где-то не дожала. Ну, потому что лингвала, это реально бывает такое, что ну, просто сказала. А на самом деле не просто сказала, а конкретно сказала, и это уже реально для окружающих. Да, это первое. Второе. Бывает такое, что я высказываю свое недовольство слишком вот с большим градусом. Ну, это тоже, я сейчас говорила. И третье, вот это очень тоже интересная штука. Когда мы узнаем о себе больше, когда мы себе начинаем больше позволять. И вот этот вот период, когда меня еще колбасит, и я еще, не знаю, уже вроде бы, например, там, конкретная ситуация, я учусь говорить нет. Я безотказная была до этого совершенно. Потом я начинаю работать над собой, и начинаю говорить всем просто нет. Ну, это в какой-то мере, я думаю, что это неизбежно. Вот такие же качели. Ну, это как обезьянки с гранатами немножечко. А потом это выравнивается. Ну, это просто нужно пережить этот момент, и потом ты находишь для себя вот адекватное ощущение своего эмоционального состояния, и можешь его контролировать. Ну, самую золотую середину. Окей, какое что можно еще делать? Скажи по упражнениям. Вот хорошо записывать видосики. Очень люблю упражнения зеркала. Это то, что мы с девчонками делаем в начале, на начальных этапах курса. Обожаю вот эту вот тему, как мы смотрим девочки в зеркало. Не спрашивай. Ну, все не так, да? Все не так. А, чик, сто процентов! Если здесь мужчина тоже может запрессануть. Да, да, сто процентов. И если у мужчины... Такой очень даже, причем неважно, что... Люблю этот пример. Если у мужчины есть, типа, ну, вот проблемка, да. Он смотрит в зеркало, он либо все равно красавчик, либо так, надо с ней бороться. Мы же смотрим, да, вот эта проблемка, вот эта проблемка. Слушайте, рубля. Что нужно, да, первое, что нужно делать? Просто давать себе установку на то, что у меня есть хорошего. Я очень люблю эту штуку, там, в каком-то тренинге психологическом нашла. Нужно сначала себе напомнить о своих недостатках, а потом... Еще про недостатки. Свои достоинства. Еще раз про недостатки. Я вообще не за это. И еще раз про недостатки. Вообще не за это. Зачем? Зачем мне напоминать? Еще можно пойти, знаешь, еще можно пойти у других спросить. О своих недостатках я не люблю. Давайте поплакать. Где-нибудь полежать и поплакать. Это как, это как, а давайте вспомним все матерные слова, чтобы их потом не употреблять. Чтобы их потом задумать. Да, и сожжем эту бумажку или сидим. Класс. Так вот, когда я смотрю в зеркало, тоже опять себе, возьмите две недели себе срок, например. И каждый раз, когда вы смотрите в зеркало, вы просто не отводите взгляд. Пока вы не найдете минимум три вещи в себе, которые вам нравятся. Пусть вначале это будут одни и те же, и потом вы расширяете список. Например, мне нравится ямочка, вот здесь на этой щечке. Мне нравится моя нижняя губа. Если вам доверяя правое ухо, допустим. И да, и правое ухо, пожалуйста. Прекрасно. Потом это будут две губы, потом это будет носик и так далее. Потом мы смотрим на свое тело, и наша задача находить эти хорошие черты в себе, потому что... Еще, и сразу третье просится. Есть люди, наверняка, которым вы доверяете. Есть люди, наверняка, которые вас заряжают внутренне. Это такие люди-батарейки, люди наши, фасилитаторы. Которые ваши в доску. Это ваши родные, ваши близкие могут быть. Третье упражнение, которое тоже можно делать, в принципе, каждый день, вот эти вот две недели. Вы просто спрашиваете, расскажи, что во мне есть хорошего? Какие у меня хорошие внутренние... Прямо так каждый день пристаю и спрашиваю. Нет, ну не каждый день к одному это мужик. Нет, вы динозойливые. Ого. А, ну хотя можно. Хорошо. Нет, что нет, пусть напрягается. Кто же ищет ямочку? И нельзя отрицать, что наше окружение очень важно для нас. Оно может не влиять на нас. Поэтому вы просто выбираете людей поначалу, просто вот тех, кому вы доверяете, кто вы знаете, что... Ты сейчас говоришь про момент, который я называю фокус внимания. Это очень крутая штука. Вот, друзья, смотрите, я об этом постоянно говорю своим ученикам, что когда вы хотите кушать, вы идете и вы везде замечаете еду по улице. Но если вы не голодны, вы никогда в жизни не вспомните, где что продавали, какую мороженку, там, пироженку и так далее. И вот здесь то же самое. Когда мы сфокусированы на одном, мы именно это и видим. То есть мы тем самым не замечаем все свои остальные достоинства. То, о чем говорит Полина, больше чем уверена, что это суперэффективно, потому что когда мы обращаем фокус внимания именно на свою красоту, на какие-то прекрасные вещи, то я реально начинаю это видеть просто в таких масштабах, что наверняка девочки прозревают. Я думаю, что здесь есть твои ученицы, они, наверное, с каждым занятием... Ну, сегодня как раз было еще занятие с девчонками, и, блин, на них смотреть, когда им дают обратную связь. И просто честно, без лести, просто честно говорят о том, что в них прекрасного, что хорошего. И это растягивается на 15 минут, на 20 минут, вот эта обратная связь. И тебе говорят, говорят, говорят ее, и ты понимаешь, что, о, Господи, так это же есть во мне, так это же люди видят вот эти вот все хорошие черты. Значит, это все есть. И очень важно в какой-то момент взять, напомнить себе об этом, уложить это себе в голове, в памяти. И вот это вот как раз и создает тот фундамент, на котором строится адекватная самооценка. Абсолютно адекватная, потому что та обратную связь, которую мне дают люди, она честная. Ну, если, конечно, она честная, вы же тоже можете чувствовать себя. Конечно. Неправду. Ну, например, мы же и подходим к конкретным людям, например, если мне скажут, что я ток-модель, ну, как бы, с волнорами тро-россов, я скажу спасибо, но я пойму, что это не... А если скажут, что фото-модель, то да. Я поверю. Классно. Хорошо. Что еще можно сделать полезного? Давай, по-другому будем заканчивать. Что еще полезного? Еще я иногда тоже провожу такую практику себе. Тут важно не лениться. Каждый день... Не лениться. Да, не лениться. Ну, это важно, да. Это уже ваше чувство ответственности и желание работать над собой. Я, бывает, себе тоже устраиваю там недельный, двухнедельный марафон. Я просто, когда чувствую, что вот, ну, надо мне, я записываю себе в конце дня. Сегодня я люблю себя за... И перечисляю. Пусть это будет три пункта, в какой-то момент это будет десять пунктов. Очень важны какие-то моменты, очень важные для вас, и те, которые вас включают. Не, там, я покормила кота. Причем она... Ну, это классно, что вы покормили кота. Но если это конкретно, реально, очень важно для вашей самостоятельности. Вот я только хотела сказать, это, походу, суперличный какой-то процесс, который, ну, никакой тренер тебе не скажет со стороны, потому что это то, что о себе знаете только вы. У нас, кстати, мужчины подсматривают, это мальпы, рисуют. Передавайте своим девушкам. И еще можно говорить себе, я говорю себе спасибо за вот это, вот это. Вот прям... Конверт. Да, Полинка, спасибо тебе за вот это, вот это, вот это. Или я люблю себя за. И что еще хочется сказать... Есть такой момент, да, договариваю. Да, нюанс один тоже важный, который, в принципе, очень легкий, но если вы будете практиковать, он тоже классно влияет на внутреннее состояние, вам просто нужно себя хвалить за самые мелкие достижения. Просто хвалить себя, говорить, какая ты молодец. Например, и это, во-первых, это актерский объект, это актерское внимание и наблюдение. И при этом, вы там делаете, например, такие штуки. Я выбрала красивое платье для себя, удачное. Ну, я же молодец. Я же могла и не очень платье выбрать. И могла выбрать, да. И могла выбрать, да. Не знаю, я удачно пошутила. Я молодец. Я приготовила вкусный ужин, если для вас это важно. Я молодец. То есть за вот эти вот мелкие вещи нужно себя тоже помнить. Это называется маленькими шагами к большой победе. Да, потому что если я... Сто процентов. Это как цели, да, если я себе рисую какую-то... Нет, я хочу сейчас так оп, и проснулась, и все. И все уже по-другому. Я вся идеальная, вся другая. И вот так все в секунду, так не бывает. Если у вас еще вопросы есть, вы еще можете задать эти вопросы. Мы еще пару минут в эфире. Девочки продолжают себя начинать и продолжают хвалить. Говорят, что молодцы, это круто. Девочки и мальчикам тоже это не помешает, на самом деле. Это такая полезная штука. Но мы сегодня про девочек говорим, поэтому мальчики... Да, и еще есть... Вот мальчики и девочки есть такая штука, как, вспоминаю, для внутреннего ощущения, что я молодец, я классная. Бывает очень важно, чтобы у вас было какое-то занятие прям отдельное от своей половинки, от своего окружения близких, чтобы вы развивали себя в конкретно определенной сфере. Пусть это будет вышивание крестиком, пусть это будет профессиональная какая-то деятельность, пусть это будет там... Не принципиально. Готовка, хоть танцы какие-то или вождение автомобиля, но вы знаете, что вы в этом крутая, в этом классная, и это чисто ваше. Лично твое, и ты это любишь, и тебе это нравится. Да. Сто процентов. Друзья, если еще остались какие-то вопросы, можете их задавать, можете писать под этим видео, мы видео будем сохранять, они будут у нас оставаться и в Фейсбуке, и на Инстаграме. Будут вопросы, обязательно наши администраторы на них ответят. Я надеюсь, что вы для себя полезные какие-то штуки сегодня подчеркнули. Да, ну конечно, вот эти вот маленькие все шажочки, их очень важно на протяжении дня, на протяжении двух недель делать. Вы можете это делать сами, при этом, чтобы простроить конкретно адекватное восприятие себя и выражение своих эмоций, выражение действий, понимать, что вы транслируете и что вы хотите транслировать. Конечно, это все прорабатывается в группе. Почему даже чаще всего не индивидуально, индивидуально это уже когда конкретный какой-то запрос есть, а в группе, потому что у нас... Это оптимальный результат будет. Да, это такое общество по классным интересам, которое вы друг друга развиваете. Мне безумно люблю наблюдать, как девчонки сами что-то там двигают, друг другу помогают. Суть тренинга, ведь само слово даже тренинг и значение, оно переводится, это такое как микромир, в котором любой человек способен зайти, натренировать определенное качество, либо оттренировать и отказаться, либо натренировать, приобрести, для того, чтобы потом вынести это в масштаб, в другой масштаб. Поэтому с тобой согласна, что есть вещи, которые индивидуально никогда в жизни не сделаешь. То, что может дать группа, и это, ну, это круто, это реально круто. Здесь у нас есть там, ну, призывы, понятно, все на курс к Полине, но, конечно, мы с вами согласны, все на курс к Полине. Мне очень нравится, я предлагаю закончить, здесь есть крутая фраза, которую пишут твои ученики, судя по всему, вы должны себе нравиться. Теперь это мой девиз. Спасибо, Полина. Класс. Поэтому реально... Я очень рада. Знаешь, крутая фраза, вот теперь, я никому ничего не должна, нет, я должна себе нравиться. Да. Это круто. Это меня безумно радует. Прям супер красиво. Оставляем этот девизом. Огромное спасибо всем за этот эфир. И мы вас ждем в следующий четверг. У нас, как всегда, и ждем, новый курс уже стартует с 16, а там вот у нас остановочка. 16, новый курс? С 16 октября. Угу. Стартует новый курс. Можете... Если кому интересно, записывайте сразу, потому что, ну реально, вот в этот раз мы не планировали, а у нас сразу две группы запустилось, потому что в одну все не влезли, поэтому... Это безумный заряд, и для меня тоже, и для девчонок я прям, ну я даже благодарна, что у меня есть эти группы, и мы можем вместе... Вдохновлять. Да, и друг друга. И мы очень рады, что есть спрос, что есть крутой отклик, и есть потрясающий результат, который ты даешь своим ученицам. Это круто. Присоединяйтесь. Друзья, у нас стартует этот курс, поэтому присоединяйтесь, если у вас еще есть какие-то вдруг личненькие вопросики, которые вы, возможно, постеснялись задать в эфире, можете задать их напрямую администраторам, либо там плюсануть, связаться с нами, и мы обязательно нашепчем на ушко вам ответ на ваш секретный вопрос. Потому что самой интересно это все разгадывать, на самом деле. Однозначно. Что задают вопросы, и копаешь, копаешь, смотришь. Всем огромное спасибо, огромное спасибо за приятные слова, очень круто, приятно это все читать, и до встречи, мы ждем вас в следующий четверг на нашем прямом эфире и на курсе у Полины, у Полины, потому что simply the best. А теперь я могу выйти... Полина, ты лучшая. Спасибо. Всем пока-пока. Так, таксик. Ой, госпожа Поли у меня этот... Вот туда покажи, у нас еще Фейсбук смотрит. Да, у меня есть вот госпожа Поли из сплэша, чашечка, которую я обожаю. Позволяйте себе себя так называть, а у Наташи? У меня есть вот, ваша мать Наташа. Ваша мать Наташа. У меня тоже есть чашечка. Всем хорошего вечера. Заком. Полифика в нитки. Можно. Ну, как,